Всем привет! Это замена цепи ГРМ на ЦР-150Л и настройка клапанов. Вот мы уже открыли крышку. Остается разобрать вот эту штуку, снять и снять цепь. Вот здесь находятся клапаны, которые уже отрегулированы. Здесь зазор 0,08 и здесь зазор 0,12. Все достаточно просто ремонтировать. Сейчас будем заменять цепь. Клапана уже отрегулировали. На вход было 0,14, а должно быть 0,08. Очень много было. Пробег 16 тысяч километров. Здесь было почти 12. Спокойно, на 13 даже входило. Мы тоже отрегулировали на 12. И мой друг Морган сказал, что щуп должен входить наполовину. Если 12, то он должен наполовину входить на 12. Он хорошо разбирается в мотоциклах. Вот так все выглядит. Сейчас будем открывать его здесь вот и снимать цепь. Пришлось приобрести ключ на 10, потому что моего друга его нет. Чтобы открутить ротор, сейчас будем ставить новую цепочку ГРМ, которая будет входить еще 16-20 тысяч. Сейчас он пытается направляющие вытащить, чтобы на врезу можно их проверить. А, цепь вытаскивает. Почему-то сложно ее вытащить. А, потому что направляющие мешают. А, потому что направляющие мешают. Звезда еще вообще как новенькая. Даже совсем нисколько не износилась. 16 тысяч пробега. И вот она, старая цепь наша. Можно посмотреть длину. Если будет заметно, не особо заметно, looks like same. But it's different. Yeah? Yeah, same size, but not longer. This one not longer. Old chain. Но износ уже есть на ней. Небольшой износ на ней уже есть. Поэтому сейчас ставим новую цепь. И будет все ништяк. Поедем катать по Суматре. И все мы собрали. Поставили цепь на место. Новую цепь. Ничего сложного в этом нет. Нужно открутить крышку. На роторе есть гайка. Которая держит ее очень крепко. Нужен ключ специальный, чтобы снять. И желательно компрессор. Чтобы гайку открутить и вытянуть ротор. Цепь легко снимается и обратно ставится на место. Главное метки. Мертвую точку найти. Вот здесь метка внутри. Метка Т. Мертвая точка должна совпадать. Вот с этой меткой должно быть все горизонтально. Плюс к этому должны клапана ходить. Когда мертвая точка выставлена, правильно, клапана двигаются. Чуть-чуть. На выходе 0.12. На вход 0.08. Вот сейчас отполировал крышку. На двигатель. Вот так получилось отполировать вручную. С помощью пасты. Вот такая паста. Вот такая паста. Автосол. Но руками это не особо получится отполировать. Нужен специальный диск. Вот такой диск. Просто из тряпок. Из тряпки какой-то. Ну вот, продается в магазине. Стоит 8 тысяч рупий. Ну вот. Сюда наносится крем. Наносится также на на крышку крем. И полируется. Очень хорошо достаточно полируется. Если хотите еще лучше отполировать, нужно наждачной бумагой больше снять слоя. Чтобы не было черненьких пятен. Но это ерунда. Блестит хорошо. Посмотрим через 5-10 тысяч километров что с ней будет. Зато получилось болты отполировать очень хорошо. Вообще блестящие, как будто с завода. Сейчас поставлю крышку и залью масло и посмотрим, как будет работать двигатель. Хотя оно так отработало. Отлично. Думаю, ничего не изменится. Просто технический сервис. Добро пожаловать в Индонезию. Это Honda CRF-150L. Вот залил такое масло SPX-1. Полностью синтетическое. 1 литр. Вообще за 16 тысяч километров мне кажется ничего даже не ест еще масло. Надеюсь, не будет есть. Сейчас пробуем завести. Конечно, заведется. Заводится так же, как и всегда. проработает. Посмотрим. Покатимся, что будет. У меня, когда я ехал с постоянной скоростью, и когда вокруг было тихо, я слышал какой-то стук небольшой. Совсем чуть-чуть. Тук-тук-тук-тук. Не знаю, в чем эта проблема была. Может быть, то, что клапана. Может быть, то, что цепь ГРМ немного ослабла. то, что вряд ли. А может быть, коробка какая-то фигня. Сейчас только чуть-чуть посмотрим. Думаю, все будет классно. Крышка очень классно смотрится. отполированная. Пробег 16400. Продолжение следует...